Микс Ньюс. В нашей студии председатель правления Союза Бизнеса Латвии Эдвард Филиппов. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Как вообще сейчас поживает малый, вообще что такое малый, вот если мы говорим все-таки сегодня больше может быть про малый и средний бизнес. Я знаю, что по-моему в Европе существует градация, что это до 10 миллионов и 50 сотрудников, но у нас скорее какие-то... У нас абсолютно то же самое. То же самое, да, и как бы можем считаться малым бизнесом, но дай бог каждому оборот 10 миллионов. То есть регула применяется и в Латвии такими же, то есть разделение и градация абсолютно одинаковые, хотя сейчас исходя из фактической ситуации Европы тоже и с странами-участниками Евросоюза, то есть дискуссия сейчас на столе, то есть по поводу введения классификации, да, потому что оно как бы не только в Латвии, но и в Европе не очень соответствует действительности. То есть по факту, если мы говорим малое и среднее предприятие, то мы говорим практически о всех предприятиях в Европе, также и в Латвии. В Латвии это как бы общая доля, это 99,7%, скажем так, но если еще из этого как бы посчитать, то будет доминирующая часть, это будет порядка там трех до пяти сотрудников, там оборотами до пятидесяти тысяч евро в год, да, такое весьма, весьма небольшие предприятия. И это, конечно, касается и классификации, и также поддержки и так далее, то есть и налогообложения массы разных вопросов, как мы применяем какое-то регулирование, или там пытаемся помочь, вот именно как выделить правильно данную группу, да, или бенефицара, то есть на кого мы все-таки работаем. Очень иногда затруднительно, да, все-таки, пользуясь этими регулами и классификацией, как бы пытаться помочь всем. Или взять налоги со всех, или придумать честное налогообложение тоже, которое как бы всех будет удовлетворять. То есть тут имеет смысл, то есть наша организация, Союз Бизнеса Латвии, мы такой разговор и как бы эту тематику все время проводим, что все-таки необходимо работать качественно, да, во-первых, понимать потребности, нужды именно того бизнеса, который мы или поддерживаем, или с которого как бы взимаем налоги, то есть мы стараемся, это я имею в виду как бы и государственное управление, и Европа, и так далее. То есть надо понять действительно, надо ли им это, то, что мы делаем. Вот в этом и вопрос, действительно, вот чем отличается подход вот крупному и к малому бизнесу, и в чем смысл малых предприятий, поскольку все время как будто бы речь идет о том, что большие, например, торговые сети, они должны вытеснить маленькие магазинчики, хотя бывает так, что ну вот в маленьком магазинчике, куда приходит там человек, ну, за ограниченным количеством продуктов, ну, какой категории я имею в виду продукт, но ему нравится, что там более может быть какое-то человечное обслуживание, что он уже знает этого продавца много лет, и продавец уже знает вам как обычно, там, и это все вот то, чего не может быть в большом, скажем, супермаркете, но где есть свои преимущества. Ну, я абсолютный сторонник этого подхода, конечно, очень не хочется это потерять, я думаю, это в всяком случае в Латвии мы это сможем сохранить, когда ты имеешь действительно личный контакт и возможность там заказать, высказать мнение, дать обратную связь и получить также о себе какие-нибудь там похвалы или заметки. Конечно, вопрос эффективности, это все-таки, думаю, ценности в Латвии и во всем мире, это свободная конкуренция, и, конечно, конкуренция это, ну, малому бизнесу всегда, ну, как бы так, не очень русское слово, challenge, да, это быть конкурентоспособным, то есть это исходя из, во-первых, знаний, ну, своих личных, да, управления, доступности к этим знаниям, ресурсов, да, возможность инвестировать, да, ну, и как бы сила такая, ну, если сеть, например, договаривается о каких-то закупках, то есть, ну, это как бы объемы другие, там, и цены другие, когда один магазинчик, как бы исходная позиция, она намного слабее. Ну, это, конечно, тактика кооперации, да, взаимодействия и так далее, то есть, это то, чему во многом, скажем, нам приходится учиться, да, если берем сейчас недавнюю или продолжающую такую, как бы странную, непонятную ситуацию, когда посмотреть на будущее даже в краткосрочной перспективе, там, в средней перспективе весьма туманно, да, что будет, как будет, это, конечно, во-первых, в первую очередь касается малого бизнеса по поводу того, куда развиваться, как развиваться, потому что, как бы первые шаги и как выжить были, ну, такой этап, да, то есть, сейчас, с моей точки зрения, с точки зрения наших членов, это такой, ну, период переосмысления, да, кто мы, какие наши ценности, да, ну, если так уже очень правильно говорить, ну, не суть, но это все-таки, как продолжать зарабатывать деньги, то есть, это, ну, основа бизнеса, это не только, там, деятельность, но это работать и зарабатывать, ну, во-первых, зарабатывать, ну, и в сумме, это доступность тех же, во-первых, возьмем не только, там, налоги, но вообще клиентов, как таковых, кому продавать, да, то есть, это испытали, ну, сейчас некоторые отрасли, многие, там, туризм, рестораны, и даже, да, даже торговцы, да, ограничения, когда вопрос, ну, как бы, ну, там, даже не конкуренция вообще, но выживание, то есть, ну, закрыто, да, если, если сам о себе буду рассказывать, заплачете, да, если так, в марте остановилось все, да, падение стопроцентное, ну, если так, как бы взять, даже все, ну, как бы, поддержки государства, там, и так далее, когда были, там, эти, по, их ставок, как оно по-русски-то, ну, по простой, и так далее, ну, как бы, если человек активный, занимаешь какой-то пост, или, там, являешься председателем правления, или вообще правления предприятия, ну, как бы, так, во-первых, ну, поддержку просить стыдно раз, во-вторых, не полагается два, но, в любом случае, это вопрос выживания и развития бизнеса, то есть, удержать на плаву, что являлось, ну, как бы, очень важным, таким, ключевым аспектом, думаю, для каждого владельца бизнеса, это все-таки инвестиции и денег, и времени, и сердца, как таково, чтобы это развить, но, как бы, вопрос, переходя обратно, как бы, к рынку, да, это, в любом случае, первое, это наличие клиентов, денег, которые, ну, мы можем обменять на наши услуги товара, это очень важно, да, когда внутренний рынок, он, ну, как бы, довольно изменчив, и, ну, как бы, и сейчас, я думаю, одна, ну, такой, как бы, месседж и актуальность, это каждому, каждому бизнесу все-таки думать на, скажем так, ну, только диверсикацию тоже, как бы, такое непонятное слово, все-таки экспортные рынки, да, это возможно будет не для всех, но, в любом случае, если берем экспорт, это активно-агрессивно-переход, переход, ну, как бы, не знаем, не хотим, но все-таки учитесь и думаете, переходить там онлайн, интернет и так далее, и так далее, это, ну, тенденции ясны, ну, тенденции ясны, как бы, большие сети, если так взять, не помню, этот, босс Амазона так хорошо, скажем так, подзаработал, да, и многие подзаработали, которые были, ну, как бы, готовы, да, площадками и своими ресурсами, знаниями, то есть плавно перейти и составляющие интернет-продаж поднять, ну, я думаю, это каждый испытал и тоже имел первый опыт или лучший или худший опыт, да, покупок, доставок и так далее, то есть это, в любом случае, некое будущее, которое, оно неизменно наступит, вопрос готовности, да, насколько я со своей компанией буду, ну, в этой, как бы, в этой команде или в этом вагоне, да. Да, потому что я вот тоже буквально ходил, было к кафе небольшое, которое работало на улице, где я прохожу, где я иногда обедал, и они стали принимать заказы онлайн, и просто вот на вынос, причем в конкретное время я заказываю, я подхожу, очень короткая очередь, сразу же мне дают мой мешочек, и это было, ну, вот в самый такой момент локдауна, они придумали эту схему, и они вот на этом выживали. То есть стратегия выхода именно та, когда обстоятельства, они, скажем так, очень жестко, да, требуют того, возможности адаптироваться, потому что время, оно не безграничное, и, конечно, у некоторых компаний резервы были, у некоторых не было, да, и, как бы, тоже вопрос планирования, ну, это, ну, как бы, глобальная проблема существует сейчас, вопрос, когда она закончится или трансформируется, как бы, сейчас посмотрим еще, совсем-совсем скоро уже вопрос эскалируется по поводу Брексита, там, и так далее, но это, как бы, сейчас мы смотрим, что нам там Брексит, как бы, там, особенно не меняет, на самом деле, если так взять под деталями, очень сильно может повлиять, и, как бы, не в самую лучшую сторону, да, это все таки... А каким образом? Ну, это те же рынки, налогообложения, таможни, то есть сейчас мы не знаем, вообще никаких договоренностей, по большому счету, не существует, какие отношения Евросоюз, в том числе и Латвия, будет с королевством строить, да, именно торговые, экономические, да, не знаю, может быть, даже визовый режим ведут, но это, как бы, договор не заключили, да, все время идут, как бы, разговоры, ну, понятно, то есть мы, как часть Европы, все-таки теряем большого донора, ну, который вносит средства, но если уже говорим по фондам, но, как бы, фонды, может быть, очень, если так просто на них смотреть, это некие влияния, но это все-таки фонды, которые, ну, которые предполагают или дают возможность такого, ну, балансированного развития, все-таки. Это проект инфраструктуры и так далее, тех же знаний, обучения, то есть комплекс, комплекс, которых, как бы, без этого мы, ну, за свои деньги купить, ну, не хотели бы или даже не смогли, да, вопрос в этом. Ну, то есть кризис дал много поправок, на самом деле, именно, именно во всех уровнях, да, это и государственное управление, Европа, а также на микроуровне, там, предприятия, то есть как строить отношения машины, ну, когда, тебе говорят, работай, плати зарплату, все хорошо, у тебя же есть бизнес, да, но когда на дверях по, как бы, по закону стоит ключ, доступности ноль, но приходится думать, да, думать очень активно, и там времени очень мало, на самом деле. Ну, вот смотрите, получается, что у крупных предприятий, у большого бизнеса есть, ну, выражаясь образно, жирок, то есть есть какие-то возможности, например, ну, вот, переждать этот тяжелый период, малого бизнеса нет таких оборотных средств, чтобы платить зарплату работникам, ну, вот, за время простоя. И когда у нас были, ну, вот, в момент этого локдауна чиновники, мы с ними беседовали о том, какая будет стратегия государства, и высказывалась такая даже мысль, что, а зачем помогать малому бизнесу? Он, ну, вот, вымрут, закроются эти рестораны, но изменится ситуация, когда снова они откроются, то есть откроются не эти, так, значит, другие, то есть не надо, ну, вот, прозвучала мысль, что не надо помогать малому бизнесу, если он вымирает, то сразу же придет какая-то новая волна за ним, естественный отбор произойдет, да, это, дескать, это просто будут, ну, зря потраченные деньги, помогать нужно крупно. Вот вы согласны с этим? Нет, абсолютно. Ну, действия и стратегии все-таки привели к тому, что и тот же малый бизнес, то есть по отраслям, по, конкретно по фактам, по падениям оборота, то есть доступность, поддержки была, осуществили, сказать, что просто, вау, давайте диплом каждому, кто приложил усилия, как бы, может быть, нет, но здесь, ну, как бы, imperfection, то есть не, ну, не полностью, ну, малый бизнес, это как бы классика, можем смотреть, взять кризис 2008 года и так далее, все-таки это занятость, это огромные, это порядка, ну, скажем так, ну, округлим, очень сильно округлим, это половина занятых в малом бизнесе, ну, в малом бизнесе работает, то есть людей, которые, это наши друзья, родственники семьи, которые, ну, реально приносят деньги, на которые мы кушаем, платим счета, то есть дать волю естественному отбору, ну, как бы, очень большой риск. Большие предприятия, вы сказали, жирок, да, ну, если взять, например, ну, компании, скажем, те же, ну, аэропорт, например, да, ну, там цены, как бы, такого, локдаун тоже серьезно, да, при том, что жирок и так далее, то есть это феноменальные потери, это тоже те же невозможности, просто там цена каждого дня, она несоизмеримо больше, ну, вот, как бы, все. Конечно, если ты компания энергетическая плюс монопольная, ну, там, как бы, позиции другие, да, возможности именно по поводу административных ресурсов и так далее, они несоизмеримо больше, да, когда берем тот же малый бизнес, но по факту, если просто взять, даже написать формуляр или, ну, вот дают поддержку, да, давайте там, ну, как бы, записывайтесь или там посылайте заявки, да, ну, я скажу так, это не так уж и просто этот формуляр заполнить, да, там, основать и так далее, и так далее, но, ну, в любом случае, исходя из того, что поддержка была, ну, не будем оценивать, она, там, достаточная, недостаточная, не в этом дело все-таки, ну, пул или общую массу, ну, кому именно, каким, какого типа предприятиям, даже не делим на уровне предприятия, это, я скажу, это поддержка людям, просто через какую-то некоторую административную сеть, вот и все. Просто, как бы, сделать кассу, приходите, покажите, да, в вашу банковскую распечатку, мы дадим денег, ну, как бы, очень просто, ну, не латвийский подход. Но вот сейчас, как раз-таки, начинается обратный процесс, и вот служба госдоходов, она уже требует, наоборот, вернуть пособия, которые выдавались вот за простой, и позиция, вот, которую объяснила гендиректор СГД, и его яунзами такая, что мы, дескать, начали выпал от этих пособий очень быстро, в течение двух недель, и в этой спешке, вот, мы допустили ошибки, и дали, я понимаю, деньги, может быть, и тем, кому, кто в этой поддержке не нуждался, и вот сейчас они хотели бы получить эти, значит, не отработали систему, и вот сейчас пытаются исправить ошибки, и просят вернуть деньги. Ну, я понимаю, что даже прозвучала такая угроза, что иначе, если кризис вот повторится, он может, в принципе, мы видим повториться, уже не будет такого доверия со стороны государства, это я вот цитирую ее, и выплата пособий начнется значительно позже, то есть, ну, вот, что не будет тогда, вдруг в следующий раз уже тогда поддержки государства не будет. Ну, конечно, печально, когда такой вопрос, ну, как бы, всплывает, да, ну, с одной стороны, с другой, это даже хорошо, и, ну, с моей точки зрения, это все-таки, ну, такой, ну, это дает необходимость отладки системы. Вот, как любой закон, правила кабинета министров, любой, как бы, любая, там, для СГД инструкция и так далее, это возможность его не интерпретировать, то есть, мы ее понимаем одинаково, я как предприниматель, я, ну, и как государство, то есть, соответственно, есть, вот, А, Б, С, три шага, там, исполнились критерии, получил деньги. Мы к этому, ну, очень печально, когда приходится возвращаться, да, через какое-то время, да, это, к сожалению, такое, ну, если взять, ну, в бизнес-среде, может, такая, в Латвии, когда немножко риск всегда присутствует, то, что кто-то на данное решение, или на что-то может посмотреть по-другому, да, то есть, если это ретроактивность, соответственно, ну, вот, как бы, тогда, вот, мы сейчас, новое обстоятельство, там, поменялось, вот, вот, сейчас вы не правы, возможно, вопрос, как бы, суда или разобраться по факту, я, ну, мельком, я прочитал именно этот конкретный случай, да, ну, да и нет, да, вот, вопрос такой внутренней честности, думаю, намного хуже, если, там, как в Америке, там, господин получил, там, поддержку для бизнеса, малого купил Феррари, как бы, да, ну, там есть основания попросить денег обратно, да, конечно, однозначно, тут вопрос такой, ну, как бы, немножко моральной этики и так далее, скорость, возможные ошибки при отладке системы, но вопрос, кто, просто, кто покрывает эти, ну, как бы, расходы, да, если, опять же, это ставить на бизнес, вот, мы ошиблись, да, мы вам выплатили, не посчитали, но, как бы, возможно, критично тут, даже предприятия тоже, к сожалению, если мы так смотрим, но у нас во многих случаях, или, как бы, такое, ну, со стороны, может быть, надзирающих структур на бизнес, смотрим, вот, жулики, да, там, куча жуликов, ну, меняется, ну, тоже, не хочу пессимистично или очень плохо говорить, меняется отношение, но это зависит от уровня, да, там, генеральный директор СГД или конкретный сотрудник, который принимал решение или писал данную просьбу, это, они в одной системе, но это разное, ну, все-таки разные, разные отношения, разное понимание и так далее, все-таки, ну, как бы, с данной компанией можно индивидуально разобраться и по факту, как бы, согласиться, да, было больше так или больше так, да, даже не эскалируя там или не требуя, не сжигая административные ресурсы через какие-то переписки, суды и так далее, и так далее, то есть это, ну, возможно, иррационально, но недоверие, ну, понимаете, ну, как бы, можно эскалировать или продвигать со стороны государства, вот, мы там впредь будем или там будем относиться, там, с подозрением на всех, ну, ну, как бы, оно присутствует, там, ничего нового, да, но бизнес тоже, ну, к сожалению, может принять решение, ну, и мигрировать в другую страну. Если мы сейчас берем, ну, соседи, там, Белоруссия, да, ну, тоже не все хорошо, скажем, политические качели, да, непонятно, что будет, для бизнеса это очень тоже очень тяжелое время, тяжелое решение, как пережить, как что будет, как развиваться, ну, просто в новостях слышал и прочитал, что некоторые предприятия уже приняли решение, там, мигрировать сюда, в Латвию и работать, да, это жестко, может быть, дорого, непонятно, что, как будет, но это есть решение, то есть это ответ бизнеса, когда можно перебраться в другую страну, просто, ну, как бы, ну, ну, если не доверяете, тогда вопрос не того, что он, как бы, тот же жулик или что-то делает, как бы, исходя из злого умысла, да, ну, просто, ну, как бы, нету доверения, нет, ну, тогда другие партнерства строятся, да, но если это, мы, как бы, через это предприятие мы уже зацепим вопрос людей, когда люди уже начнут не доверять, да, когда, ну, все-таки люди же это все содержат, мы же платим, мы же налоги платим, мы покупаем в магазинах тот же НДС и так далее, собирается из наших денег, он же из воздуха просто, как бы, не печатается, вот, и все, то есть это, ну, все-таки таких вопросов с пониманием, ну, не только исходя из добрых намерений, но вопрос отладки системы, если это законы, если это правила кабинетов министров, они четкие, понятные, разъясненные, то есть, соответственно, их мы не интерпретируем, да, и принятые решения, но они, как бы, в каком-то пункте должны быть окончательными, все, ну, очень сложно, когда строить или планировать, а может быть, но все-таки какой-то риск присутствует и очень некомфортно. А скажите, вот и был ли такой период такого, скажем, медового месяца между бизнесом и властью, вот именно доверие, когда не было вот этого подозрения в нашей истории, вот, Латвии? Ну, доверие, ну, это, ну, 2008 год, кризис, да, когда надо было резать, соглашаться и так далее, и так далее, там вопрос недоверия, просто, ну, как бы, ребята, надо, ну, как бы, договориться, потому что плохо все, ну, в любом случае, это, как бы, или все пойдем ко дну, или надо что-то решать, ну, это, ну, просто обстоятельства очень, ну, жесткие, да, рамки, как таковые, сказать, сейчас, ну, рамки тоже очень жесткие, да, ну, жесткие они, может быть, ну, для управления, для министерства, для, ну, не настолько жесткие, да, вопрос, ну, как бы, принимать законы, двигать, да, вот есть, например, сейчас на повестке дня это как честно, балансировано, ну, не только честно, может быть, ну, рационально, эффективно разделить те огромные средства, которые, ну, вот, возможны, то есть, их, как бы, Латвии, там, дают, да, ну, давайте, как бы, планы инвестиций, там, реформы и так далее, ну, другими словами, то же самое, что 2008 год, ну, некий кризис, некая поддержка, да, тут, как бы, сами взяли, сами попросили, даже Европа дает, Европа взяла очень много денег, да, как это превратить в некую инвестицию, ну, это тоже, ну, такой вопрос кооперации, сказать, что сейчас очень теплые отношения, очень активно говорим, и слушаем, и слышим, подчеркиваю, и слышим друг друга, ну, я бы не поставил там 10 баллов из 10, да, но некие позитивные тенденции есть, что есть запросы, и также, вот, как бы, сейчас довольно много энергии тратится на то, чтобы структурировать, писать именно, ну, чтобы услышали и прочитали именно предложения, куда, каким образом и зачем. Ну, вот, я когда беседовал с представителями, ну, вот, наиболее тоже пострадавших отраслей бизнеса, они говорили о том, что самое, пожалуй, вот то, что их больше всего тревожит, пугает, и, ну, создает дискомфорт, это неясность, вот, потому что, ну, если говорить про туристический бизнес, они не понимают, ну, вот этих критериев, по которым закрываются страны, потом они вдруг открываются, и приходится постоянно то отменять рейсы, то, наоборот, вроде бы объявлять о наборе, и вот в этих условиях очень тяжело работать, когда нет какой-то перспективы, то есть, ну, даже если бы сказали, что нет, этого не будет, то тогда понятно, что все, тогда этот бизнес мы можем свернуть или каким-то образом переструктурировать. Вот что, вот вы могли бы, как бы, прокомментировать, как можно сделать так, чтобы действительно было какое-то, ну, какое-то понимание ситуации, потому что иногда были там действительно абсурдные, ну, неудобные схемы, когда на выходных туристы улетают, должны улетать, а в пятницу вечером объявляются новые правила по зонам, и получается так, что учреждение закрывается, оно, чиновники уходят на выходные, а вот туристические фирмы вынуждены сталкиваться вот с этим вызовом, что закрылись определенные страны, и люди пришли в аэропорт, и им говорят, извините, вы никуда не полетите. Ну, жестко, я преклоняюсь перед тем, которые работают в этой сфере, ну, как преклоняюсь, то есть, это действительно челлендж, да, именно как по минному полю, ну, ставим просто вопрос приоритетов, да, а здоровье все-таки безопасность. Ну, это делается не потому, что, ну, как бы так, посмотрели, там, одного больше, там, инфицировано, да, закрыли. В целом, это превентивные меры, не так же уже, как бы, в период разгара или, там, максимума пика, там, и в Латвии, и в Эстонии, и вообще в Европе, там, ковида, ну, наша организация, ну, крышевая, скажем так, SM United, которой мы являемся членами, то есть, ну, нас солидарно со всеми странами, мы разрабатывали именно, ну, предложения или шаги, потому что ограничения – это одно, вопрос, как эти ограничения, или при каких случаях они, как бы, ну, какими тактиками мы можем все-таки продолжать работать. Вы дали замечательный пример по поводу кофе, кафе закрыто, но на вынос и через онлайн, ну, как бы, есть какой-то вариант. Именно таким же образом дать именно поддержку или те же знания, или материальные какие-то ресурсы, да, чтобы тому же малому бизнесу все-таки помочь организовать работу, да. Не знаю, днем, ночью поменять, как бы, один приходит, не встречаться и так далее, и так далее. Все-таки, ну, должны продолжаться процессы, должны продолжаться какие-то продажи, там, ответы на телефонные звонки и так далее. Просто так радикально перейти просто домой и на интернет, и все, ну, не для всех это возможно. Так, возьмем, там, обучение, там, и так далее. Ну, мы взяли туризм, также возьмем детское образование, вообще образование, как такое, ну, что это отрасль, тоже так же закрыли, да. Мы все пережили, как бы, это, скажем так, в кавычках удовольствие, учение через онлайн детей, которые в школе, то есть, ну, это сам работающий, являющийся учителем и так далее. Детские сады, которые закрылись, да, нет возможности. Тут вопрос такой, как бы, баланса, да, между безопасностью, то есть, здоровьем, да, и все-таки, ну, желанием и потребностью. Должна быть, ну, тактики, ограничения, они должны быть, вот, если, 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 и плюс, даваться еще цело. Ну, как бы, инструкция или пошаговая, что делайте вот так, пожалуйста. Это тоже, вот, как вы сказали, какое сравнение, там, большого-малого бизнеса. Там есть менеджер по управлению рисками, например, который конкретно там распиливает все предприятие на три группы, вот вы тогда, вы тогда, вы тогда, то есть, соответственно, не перемешиваетесь и так далее. То есть, это конкретные инструкции, это ресурс, который, во-первых, знает, во-вторых, может, и, в-третьих, это все приводит в действие, да. И вопрос именно для малого бизнеса, не вопрос, а такое предложение, это, конечно, как я уже сказал, это период переосмысления, да, что, как, это все-таки, исходя из того, что, ну, период прожили, или проживаем, или что-то меняется, это все-таки сделать анализ ошибок именно по поводу рисков своих, это до, ну, как sustainability, там, или, там, resilience, то есть, насколько мы, предприятие, живучеспособно. Ну, что же, ну, как бы, мы там организовали на выставку ехать, то есть, ну, создавать стендом и так далее. То есть, тоже в марте закрыли огромные, ну, огромные международные выставки. Это потери миллиардов, то есть, они соизмеримы с государственным бюджетом Латвии, да. Ну, менеджмент компании, я говорю, ну, как вы там, в принципе, закрываетесь? Он говорит, нет, одну мы такую можем пережить. Вот я, как бы, желаю или так настоятельно рекомендую рассчитывать, что для компании делать резервы и рассчитывать оценки своих рисков компании именно для того, чтобы такие вот, ну, то, что может, ну, как бы, ковид или другие потрясения, чтобы они могли пережить именно, исходя из своих знаний и ресурсов, да. То есть, это действительно, они, ну, необычные такие форс-мажорные ситуации. У нас звонки в студии. Я напомню, что председатель правления Союза бизнеса Латвии Эдуард Филиппов у нас в студии. Я вас попрошу надеть наушники, будет слышно тогда слушателя. Доброе утро. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. А вот я хотел бы узнать, какой момент, да. Вот СГД сейчас начало отбирать деньги, как вы сказали, что, типа, по ошибке заплатили, да. А вот касаемо наших депутатов, они вот работали с самоизоляцией удаленно, да. А вот те, которые остались жить в Рике и получали за то, что снимали там квартиры, за транспорт, с них сняли или так и осталось, они получили еще премию. Это, к сожалению, не по адресу. Второй вопрос. Да, ну, как бы, может быть, это на другой передаче вы освидетельствует чиновникам. Да и второй вопрос. Что вот госслужащим, еще много кого я знаю, да, у них по 30-40% добавили. А вот в частном секторе на ворот зарплаты срезали. Вот тогда, Макрилович, передача пригласить чиновников, пусть они ответят. Спасибо большое. Спасибо. Да, ну, здесь вот, получается, просто я переформулирую, может быть, вопрос. Вот разница между государственными предприятиями и частным бизнесом. То есть, вот, если государство может позволить себе, ну, там, даже и, наоборот, повысить зарплаты, получается, что в частном бизнесе сейчас, наоборот, падение зарплат. Вот как это повлияет на, может быть, перераспределение потока рабочей силы специалистов? Ну, мы обычно берем, как бы, сразу, там, депутатов и так далее, такое самое высшее звено. Я действительно не могу ответить, некомпетентен в этом вопросе, да, но, возможно, это, ну, как бы, такой вопрос-предложение имеет место быть, да, что, ну, как бы, расценить и, там, посчитать и так далее. Это, ну, такой честности государственные, ну, скажем так, компании, они тоже сия, у них тоже есть бюджет, там, доход, расходы, там, и так далее, и создается, ну, как бы, так просто добавляться туда, денег тоже менеджмент рассчитывает, да. Всегда, вот, две группы, ну, частная и государственная, да, там, министерство, агентство и так далее, ну, всегда идет, как бы, такое сравнение, министерство всегда скажет, у нас маленькие зарплаты мы не можем нанять, как бы, квалифицированно ли хорошего специалиста, и тогда, соответственно, вы имеете сервис, какой вы имеете, да. Ну, тоже такой разговор. Ну, я, в нашей организации, я лично, я считаю, что зарплаты должны быть адекватными, то есть, соответственно, конкурентоспособными, чтобы люди занимались именно компетентно, качественно своим делом. Есть специалисты, присутствуют, ну, как бы, если взять, информация доступная, сколько кто получает, ну, это не космические зарплаты, это на самом деле, ну, жить можно, но сказать, что шоковать, ну, особенно нет. Но мы с них требуем, давайте качество, давайте там это, и так далее, и так далее. Частный бизнес – это более жесткие условия, это все-таки удержать те мозги, которые работают на мою компанию, те контакты, людей. Это, скажем так, комбинации отношения плюс зарплату. Это, ну, так не будет, а в малом бизнесе, конечно, во многом, во многом еще составляющие именно личные отношения, именно управления компанией, политика, там, ценности и так далее. Ну, зарплата однозначно, то есть мы работаем тоже, мы покупаем время людей для того, чтобы они производили, они, соответственно, продают, чтобы жить. Жить, ну, как бы, на определенном уровне. Но вот эта конкуренция, она всегда. Мы боимся, что вот сейчас частного, все побегут в министерство, но работать, ну, там нет такой емкости, да, министерство или государственные компании никогда у них емкость или это capacity, оно абсолютно не, ну, несоизмеримо меньше. Это невозможно, да. То есть малому бизнесу, это, конечно, ну, если посмотрим уже на такую, даже среднюю перспективу, очень скоро, очень скоро, вот вопрос, он до сих пор эскалируется, конечно, заработная плата удержать людей, потому что, ну, самолеты сейчас уже начинают летать и так далее. Самое плохое, что может случиться, люди начнут уезжать. Вопрос куда и за каким счастьем, да? Ну, очень мало возвращается, к сожалению. То есть мы теряем одним, исходя из демографической ситуации, теряем возможные, ну, как бы рабочая сила так неблагозвучно звучит, да? Просто рабочие руки людей, коллег, мозги, которые могут именно работать на предприятии, помогать развиваться. Потому что это не только шеф, который очень умный, но это люди, которые идут на работу с радостью, ну, с некой радостью, приносят идеи, приносят клиентов, и, соответственно, из-за этого создаются продажи и обороты. Те же инновации, если взять инновации, то, что я уже говорил, там, онлайн и так далее, это все-таки развитие, потому что там пилить деревья или там заниматься просто какой-то примитивной металлообработкой, оно уже не то время. Но, может быть, исходя из данной, данности или обстоятельств сейчас, мы можем конкурировать с Китаем, потому что он далеко. Но нам надо здесь, да, вопрос тоже такой, как бы, безопасности, безопасности в таком понимании, как вообще доступность ресурсов, как таковых. Потому что многие компании просто все, как бы, нормально, можем работать, нету там металла, нету того, нету этого, потому что просто не поставляется, ничего не едет, там, границы и так далее. То есть это другие административные трудности, да. То есть заработные платы, ну, достойный уровень для людей, но тут мы имеем, как бы, все-таки такой уже долгосрочный разговор по поводу микропредприятий, социальных налогов там и так далее, как это дает медицину. Но просто взять, ну, некоторые цифры, просто недостачу в бюджете, сейчас по налогам, то есть это грандиозные суммы, которые не, ну, как бы, не приходят, да, ну, исходя из денег, поддержки там и так далее, кредитов, которые взяли, мы можем финансировать там учителей, детские сады, это самоуправление, да, как бы управление, образование, медицину, там, полицию и так далее. То есть это тоже очень важно, это тоже очень важно. И, как бы, вопрос, который на повестке дня, такой честной налоговой системы, это тоже вопрос, не только там накачать бюджет или сделать его здоровым, но все-таки дать людям, ну, как бы, так, немножко очухаться от пережитого, да, может, тоже по-разному вы спрашиваете, как малый бизнес. Я могу сказать, у некоторых очень хорошо, лучше, чем никогда, очень хорошо, у некоторых очень плохо, как никогда. А в каких сферах вот он... Те же продажи, например, которые хорошо перешли в онлайн, у них очень хорошо развивается, IT очень хорошо развивается, да, лучше, как никогда. Потребность просто есть. Ну, сразу она, как бы, так, возросла во много раз. То есть это, ну, как я уже говорил, быть в вагоне, да, быть в тренде и работать на клиента, потому что, ну, для малого бизнеса. Для министерства им, как бы, им будет два человека в Латвии, им будет чем управлять. Ну, то есть, как бы, будут законы, там, правила кабинета министров, планы и так далее. А для бизнеса, для двух людей, мы, как бы, там, все не сможем им продать все эти блага, там, продукты, товары, услуги, кофе, то же самое, да. То есть вопрос рынка, сколько денег у людей. Потому что они возвращаются, как бы, ну, не быть жадными, а давать людям денег, как они не будут его в носок, там, складывать. И все равно их потратит. Это в виде НДС, то есть вернется, да, когда, ну, то есть оборот, как для предприятия, тоже кэш-флоу, да. То есть поговорка, не бойтесь там больше много тратить, бойтесь мало зарабатывать, да, можно, как бы, и на государство тоже, ну, такой, как бы, взгляд, да, взять. То есть давайте, ну, поддерживайте, да, но вопрос именно честности, возможность не интерпретировать данный вопрос. Если решили, решение принято, то так-то и так-то, да. Потому что там по поводу, там, разборок по налогам, там, и так далее, тоже очень темная тема, скажем так, когда это УЗЗИНИС и все остальное. То есть есть, как бы, масса документов, которые можно, там, прочитать, какие решения в каких случаях и так далее. Но я не могу их применить, потому что у меня, может быть, там, чего-то поменялось на одну циферку. То есть у меня обстоятельства, они, может быть, какими-то другими. Ну, весьма сложно, да. И, ну, если сказать у нас сложно, но в Германии самые, как бы, богатые, ну, не то, что богатые, там, занятые люди, это консультанты по налогам. То же самое. Сказать, что немцы живут там очень-очень плохо. Живут, работают. Каждому, каждый зарабатывает свой кусок хлеба тем, что он умеет делать лучше всего, работает с удовольствием. Но все равно это, ну, как бы, заработная плата, ну, неизбежно. Так, посмотрел, там, прогнозы Министерства экономики. Через лет, там, 15 у нас будет 900, по-моему, 900 тысяч рабочих рук. То есть мы смотрим, что у нас падает количество возможных, ну, тех людей, которые будут работать, ну, скажу так, с нами, да, люблю определение коллеги, да, коллеги, сотрудники, то есть с которыми работаем на компаниях, то есть количество их снижается. Причем заработная плата, ну, на просто, да, при самых пессимистических прогнозах, то есть это 2000, там, плюс, да, евро. Если сейчас взять среднюю, там, например, взять, там, до налогов 1100, если, по-моему, что-то, ну, слышал такое немножко уровень, да, ну, минус налоги, это там 600-700, скажем так, среднее, среднее по Латвии, да. То есть, ну, готовимся, то есть от 2000 плюс, ну, чтобы было 3, ну, главное, как эти, ну, это все создается не тем, что заработные платы, вот, ну, выписали, там, не знаю, премию, там, установили, это доход, возможность продавать, да, это тоже агрессивно, ну, необходимость осваивать новые рынки, да. В Латвии мы особенно на внутреннем рынке не разбогатеем, ну, именно в таком плане, что сейчас тут бизнес разойдется такой, вау, ну, все-таки за границу это та же, или Европа, еще дальше, там, третьи страны и так далее. Очень-очень-очень необходимы, независимо от, независимо от размера компании, это вопрос инновации и потребности продукта, да. Знаю, ну, есть ребята, там, продают курсы, как фотографировать с телефоном, да, оборот порядка, там, трех миллионов, вот. Маленькая команда, придумали инновации, все онлайн. То есть они именно благодаря своим, ну, вот, за пределами, да, и за пределами в основном. Да, именно, 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 именно так. То есть это та же креативность, ну, необходимо это делать. То есть, ну, конечно, будет и картошка будет, и пилить лес, и доски и так далее, это, ну, как бы классика она будет, но вопрос, насколько мы станем богаче, и, ну, добавленная стоимость, ценность этого продукта. Конечно, сделать нечто, что надо всем, вот, хорошо, вы знали бы, что надо зум какой-то, там, два в Латвии сделать, мы бы скайп переплюнули бы раз-два, 27 раз вырос оборот, да, мозг, как бы за это время, да. Ну, гадалке ходить не надо, чтобы она сказала, куда идти делать. Ну, что-то такое планирование, немножко инновации, вот, готовиться очень необходимо. У нас, наверное, успеем еще вопрос, нет, у нас как сорвался звонок, человек дозванивался, дозванивался, сейчас, секундочку, еще раз попробуем. Доброе утро. Доброе утро. Пожалуйста, вы в эфире, да. Интересно, да, слушать вашего гостя. Скажите, пожалуйста, лично ваше отношение к лоббированию и вообще к лоббизму в коммерческой отрасли, почему в Латвии это до сих пор, в принципе, не узаконено, потому что даже в том же США это уже давным-давно работает, это уже в школе нам рассказывают, что это есть. Более того, на Википедии отдельных кингерсменов можно найти с послужим списком, кого они лоббировали за историю своей работы в конгрессе. Спасибо. У нас буквально вот две минуты осталось, если можно. Абсолютно позитивно. Ну, как бы лоббирование названия может быть такое очень жесткое, да. И были вопросы или темы по поводу создания регистра лоббистов, то есть лоббистов именно частных лиц, которые занимаются профессионально данным вопросом, или организации, то есть регистра. То есть в Европе, в Брюсселе есть наша организация, тоже имеет номер конкретно лоббирующей организации. Мне комфортно быть членом данной европейской организации. Пусть они лоббируют, то есть моя задача. Но балансированное представление интересов – это очень необходимо. Ну, для этого есть, ну, как бы гражданское общество, организации, то есть не только по интересам, по необходимости. Вот Союз Бизнеса Латвии, другие организации и предприниматели – это является, ну, той, ну, скажем так, силой или инструментом, как продвигать свои интересы. Ну, не только интересы, а необходимости, то есть быть услышанными. По налогам и так далее, это решается не только, что вы громко кричите, но это скучные, длинные, аргументированные письма, построенные на юридическом языке, то есть это тот язык, на котором необходимо разговаривать. По поводу того, вы спрашивали, потепление, ну, оно необходимо все-таки, чтобы интересы, они были услышаны все организации, сидели за одним столом, то есть принятие консенсусом, голосованием, то есть эти форматы тоже требуют, ну, такое, как бы, фейслифта, если так можно сказать, да, переоценки именно, как строить, ну, собирание мнений, предложений, как, соответственно, ну, обрисую проблему. Я могу написать 10 писем и не получить ни одного ответа, или там, например, прочитали, да, но если я имею там раз, два, три, 30 предложений, я хочу четко знать, это принято или это отклонено, потому что. То есть, реально, я не то, что я там сидел и придумал, ну, извините, неплохо было бы, вот там что-то такое сделать. У меня есть какая-то мысль, аргумент, я хочу услышать аргумент напротив, почему это невозможно, или, например, вот эта идея не самая лучшая, есть лучшая идея. То есть нам необходимо все-таки развивать и отлаживать механизм возможности соглашаться, говорить, договариваться, быть услышанным. Это очень важно. В Латвии, скажем так, я бы поставил там, ну, далеко не 10 звезд, а 10. Это очень-очень, ну, тоже, скажем так, и на европейском, ну, это во многих странах, даже на европейском уровне, вот именно для малого бизнеса, подчеркиваю, да, быть услышанным, это очень сложно. Ну что же, председатель правления Союза бизнеса Латвии Эдуард Филиппов сегодня был в нашей студии. Благодарим вас за такую интересную беседу. До свидания. Спасибо вам. Спасибо.